Всем привет, мои умники, с вами Бодя, да, и вот давайте честно, но ведь только два видосика же у Макса смотрели, согласны со мной, а смотрели мы только каждый школьник такой 4 и каждый папа такой 2, поэтому вы мне очень часто написывали под комментариями, вот, когда мы смотрели каждый папа такой 2, посмотрите первую его часть, поэтому, ну, мои умники, давайте вместе посмотрим первую часть, потому что мне реально, если я на второй угарал, то от первой я еще больше, наверное, угорать буду, так что пошлите посмотрим. Так, погнали смотреть годноту, каждый папа такой, сынок, а тебе кто-то нравится? Не знаю, ну может Лена такая хорошая, как он хорошо переодевается, я никогда не перестану это говорить, девочка, и вы представьте, вот столько раз нужно переходить из одной точки в другую, и ведь он один снимается, а вы представляете, как это трудно, это офигенно, это просто годно, мать, ну что ты к нему пристала, пусть кто угодно нравится, лишь бы не Петя. Боже, с кем я живу? Каждый папа такой. Денис, это ты съел все шоколадное печенье? Нет, мам, я даже его не видел. Ну-ну. Ну а кто еще мог его съесть? Ну а я откуда знаю? Нет, конечно, папа никогда не заподозрит. Каждый папа такой. Папа никогда не заподозрит, всегда сразу на сына надо идти. Вот почему так, мои уменьки, у вас тоже вот всегда, когда что-то пропадает там из еды, всегда мама к вам идет. Богдан, какого фига шоколадка пропала? Когда она уже съедена папой. Идеально. Ну что ж, Денис, поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо. Слушай, может ему чуть-чуть... Эй, я, наверное... Да-да-да, кстати, мне тоже папа один раз предлагал так. Ты уже взрослый парень. Да-да-да, типа вот так вот попробуй. Так, испаивай мне ребенка, пожалуйста. Опять мне кто-то звонит. А сейчас папа по-любому ему сразу такой. Да-да-да, у меня так же был. Мои умники, давайте согласитесь со мной, ну себе так было хоть раз. Улучшай его вкус, сынок. Улучшай его вкус. Так, мама. Ты что, пьяный? Нет, компот просто вкусный. Нет. Отец, можно тебя на пару слов? О-оу. Кажется, мы влипли. Да нет, ты как раз влип о него, он там уже спит. Каждый папа такой. Так. Каждый папа такой. Не-не-не, у меня так ни разу не было. Ты уроки сделал? Нет. Короче, у меня честно говоря вообще все равно, но я сейчас покричу для вида, что и мамка услышала, хорошо? Эм, ладно. Кхе-кхе. Ах ты такой негодник, как так можно? Не сделал уроки, кого мы только... Не, меня один раз папа так наоборот прикрывал, типа, ой, молодец сыночек, сделал уроки. Пришлось потом в школе их делать. Мы только вырастили, и он еще живет за насчет, и... Да-да-да, было такое один раз, я помню. Клиниться, учиться, все, надоел, месяц без компьютера. Он прям повторяет слова моего папы. Да я серьезно, Майумики, согласитесь, у вас так же говорил хоть раз. Спасибо. Каждый папа такой. Он ему еще спасибо сказал. Ладно. Итак, ты знаешь, что сегодня наделал твой сын? Засунул петарду в почтовый ящик наших соседей и взорвал всю их почту. Мамочки. Красава, я этим не путем никогда. Почему на гугарно это говорит? Красава. Не-не. Я не любил. То есть... Ты что? Нельзя так делать? Ладно, он очень хорошо сживается вроде. Просто понятно, что это один тот же человек, но он так переодевается, что просто угарно следить за отцом, как папка говорит. Это так смешно. Ты наказан. Петарду. Так, ладно, все. Не угораем. Ябунь от яблони. Каждый папа недалеко падает. Такой. Блин, у нас опять снимался кран, придется вызывать мастера. Зачем это мастера? Я думаю, мы с Денисом все быстро починим. Правда? Конечно. Иди на работу, а мы все сделаем. Ну, хорошо. Ну-ка. Привет, как там кран? Тут по мелочи осталось. Правда, теперь у нас не будет горячей воды. Ну, зато починили. Так и знала, что это была плохой затеей. Каждый папа такой. Бывает. Ты знаешь, что на ремонт класса все скидываются по 3000. Что? Да за такие деньги не то, что классы. Целую школу можно поремонтировать. Кто-то тебе такое сказал. На родительском собрании сказали. Ты бы хоть раз туда сходил и больше не задавал таких вопросов. А вот и схожу. Вот и сходи. Вот и схожу. Ну, он не сходит. Вот и сходи. Ну, вот и сходи. Вот и сходи. Вот и сходи. Вот и сходи. Так. Так, у Дениса завтра родишься. Ну, я так и думал. Собрание. Я не смогу, поэтому сходишь ты. Ну, твои же слова были, что сходишь. Каждый папа такой. Хе-хе. Рука-лицо. Денис, просыпайся. Пора в школу. Не, кстати, у меня чуть иначе. Не, подождите, я еще не понял, что он сделать хочет. Ну, он просто музыку врубит, да? Да я бы от такого и другой комнаты проснулся. Ласкает усталые скалы. Марджанча, Марджанча, где же ты где? Я чуть слышу. Боже, убейте меня. Каждый папа... Давайте честно. Вот, когда я просыпаюсь в школу, ну, мне к восьми обычно в школу, мама, наоборот, всегда очень громко говорит, а папа спокойно подойдет, скажет, типа, Богдан, школа, просыпайся, одевайся, я тебе кофе сделал. Вот, а мама, наоборот, громко говорит. Не знаю, у кого-нибудь так есть или нет, но типа, наоборот, у меня папа тихо подходит, а мама громкая. Ну, напишите, есть, что в моем уме. Ой. Вы знаете, я все считаю и без... поняли. Я, кажется, руку сломал. Успокойся, сейчас все полечим. Подождите, я знаю, что он сейчас делает. Сейчас возьмет ему руку, обратно вывихнет, я отвечаю. Чем? Зеленкой. А, я думал... А, у меня зуб болит. Ничего страшного, сейчас все полечим. Зеленкой? Зеленкой. Ба, у меня спина болит. Ну, это прям как в это. Знаете, в школу приходишь так, я не знаю, к этой... К врачу. Че болит, то болит. Вот зеленка, все пройдет. И так на каждый случай жизни. Ничего страшного, сейчас все полечим. Опять зеленка? А то. А, я думал, он скажет йод. Я думал, он йод скажет хоть раз. Ловим. Ух ты, сухарики, но мама же запрещает мне их есть. Ну, а мы ей не скажем. Это что, сухарики? Ну, ты же знаешь, что я запрещаю тебе их себе покупать? А, ну это па... Он что, сухарики ел? Денис, ну как тебе не стыдно? Ты же знаешь, что тебе их нельзя. Нет, я не ем сухарики, так что у меня такого не было. Мать, ну ты уж сильно не кричи на него, с кем не бывает. Как тебе не стыдно? Каждый папа такой. Как он быстро изменил свою сторону. Па, мы скоро доделаем этот долбанный кран. Так, не подгоняй меня. А, они всё ещё ремонтируют? Ну уже 5 часов утра, мы начали вчера в 11 дня. Хорошая работа требует времени. Ребята, если хотите вторую часть с каждой папа такой, Та, да. 150 тысяч лайков и она выходит. Хорош. Красава, офигенно. Я не хочу снимать с ним ещё одно видео. Он тиран. Что? 150 тысяч лайков? А ты не офигел часом? За меньшую сумму я с тобой в одном видео больше не появлюсь. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, мак, ютуб. Интересная фо... Ну, это, конечно. Фотки интересная история. Ну, типа, я вроде подписан. А там мой инстаграм в описании, если что. Ладно, мои умники, это очень смешно. И меня больше всего удивляет, как он переодевается. Он так вживается в роли. Ну, то есть, он достоин своих умников. Ну, блин, подписчиков. Я просто никогда не зову вас подписчиками. Вы для меня умники. Запомните раз и навсегда. Это разные, потому что вещи. Ладно, давайте спецэффекты. Вот просто такого навыка вживаться в роль, переодеваться, потом говорить так. Короче, это таким нужно быть человеком, чтобы очень хорошо отрепетировать всё. Вы понимаете, это делается даже не день. Ну, может, да, как раз он за день это всё делает. Но это, вы представляете, около 12 часов тратить на один ролик. Без остановки. Он постоянно передвигает камеру туда-сюда, переодевается. Это, блин, Мак, ты просто молодец. И все согласятся с этим. Больше всего мне понравилось то, что он очень хорошо отрепетировал свою роль. И постоянно вживался в неё. То есть, ну, я думаю, это все понимают. И, мои умники, там уже, наверное, больше 150 тысяч лайков я просто не смотрел. Поэтому он вторую часть и выпустил. И ещё, мы ждём с вами третью часть. Так что, мои умники, я надеюсь, вам видосик понравился. Потому что это годнота. И здесь нельзя спорить. Если хотите, то можете поставить лайк. Но это ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр. Если хотите, то можете подписаться на канал. Но я никогда никому не заставляю. Это ваше дело. И всем огромное ещё раз спасибо за просмотр. Всем пока. Дя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok